Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами будем продолжать работать с тестом. Будем использовать такие приемы, как раскатывание круговыми движениями, раскатывание капельки, отщипывание, прищипывание при работе фрукты. Посмотрите, какие фрукты здесь. Вы знаете, какие фрукты вы любите сами. Вы мне, конечно, напишите на сайт дворца, какой у вас самый любимый фрукт. Ребята, вы можете вот эти фрукты все понемножку слепить самостоятельно. Я вам покажу, как. Еще можете сюда добавить свои любимые фрукты, например, апельсин или ананас, что вы желаете. Можете и ягоду, например, большую, арбуз или виноград, что вам нравится. Вот сегодня мы будем работать с фруктами и ягодами. Для того, чтобы нам эти фрукты все слепить, нужно подумать, с чего вы начнете. Потому что работа будет начинаться творческая. Я начинала лепить. Вишню слепила, яблоки, груши, бананы. Вот сейчас мы будем думать, как мы будем все это лепить. Что будем делать? Сначала вам нужно взять обязательно листочек бумаги. Приготовьте все. Для того, чтобы нам все это слепить, нам кроме бумаги нужна будет еще и дощечка, нужно будет и тесто. Давайте с вами сделаем тесто. Возьмем стакан муки, полстакана соли, полстакана воды и замесим. Вот такое вот очень хорошее тесто, которое мы положим в мешочек и которое, чтобы не ветрилось, не изветрилось, не иссыхало, а было таким мягким, пластичным, хорошим, чтобы мы могли лепить из него все то, что желаем. Тесто мы приготовили, вспомнили технику безопасности, как передаем стек тупым концом, передаем острый зажимаем в ладони. Вспомнили, что мы тесто кушать не будем, приготовили рабочее место. Нам сегодня на рабочем месте понадобится тесто, бумага, обязательно дощечка, стеки, краски или цветное тесто. Клей обязательно, влажные салфетки. Ну, может, кому-то понадобится искалочка. Начинаем с вами работать. Посмотрите, какие грозди вишни, какая красивая спелая вишня. Вот почему я и начала свою работу с вишни. Сначала слепила вишню. Посмотрите, какие листочки, какая сама вишня очень вкусная. Разновидностью вишни является еще и черешня. Вот у нас какая спелая вишня. Какие яблоки. Посмотрите, какая яблоня. Вспомните, какие вы еще фрукты и ягоды знаете и хотите слепить. Подумайте. Мы можем лепить просто из белого теста, можем из цветного. Вот сейчас возьмем, если из белого, мы раскрасим красками. Если из цветного, будем лепить из цветного. Берем тесто. Раскатываем между ладонями. Вот такие вот у нас будут вишни. Еще берем. Можно большие сделать ягодки, можно маленькие. Вот такие вишенки у нас получились. Посмотрите. К эти вишенки мы можем взять зеленый фломастер, нарисовать веточки. Можем сразу же и листики нарисовать. Но нам, конечно, хотелось бы слепить листики. Острием обязательно делаем вот такие углубления, чтобы было видно, что эта вишня настоящая, а не искусственная. Приклеиваем все это. Такая веточка вишни у нас уже получилась. Посмотрите, какая веточка. Ой, ягодки еще улетели. Но сейчас мы прикрепим их сильнее. Вот, прикрепили ягодки. Сейчас можно сделать ягодки из белого теста. Взять белое тесто. Также раскатали, приложили. Еще одну сделаем веточку. Приклеивайте посильнее, покрепче. Прижимайте свои поделки, чтобы они не падали с листочка, чтобы укреплялись. И давайте им время подсохнуть. Вот мы сделали такие вишенки из теста. Из белого. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас будем лепить листочки. Веточки тоже можно. Вот эти веточки, которые держат ягодки, можно нарисовать. Можно подрисовать красками. Вот, подрисовали. Потом будем все раскрашивать. Можно листочки слепить из зеленого теста. Можно из белого. Как вам желается. Раскатали в виде капельки. Положили. Приклеиваем. Положили листочек. Пальчиками работаем. Берем стек. Делаем прожилки стека. Вот у нас получаются такие листочки. Капелька. Снова так же. Уплотняем все. Прижимаем. Приклеиваем. Делаем обязательно листочки. Из белого теста можно сделать листочки. Отщипнули на два листочка тесто. Раскатали в виде капельки. Только большая капелька. Также берем и приклеиваем. Прижимаем, чтобы хорошо у нас все. На листочек приклеилось. Опять такую же капельку раскатали. Также приклеиваем листочек. Прижимаем. Берем стек. Прорисовываем. Делаем рельефную лепку. Прорисовываем листочки. Вот такие листочки у нас получились. Мы с вами слепили вишенку. Как из цветного теста, так и из белого. Сейчас будем раскрашивать. Берем красную краску. Если кисточка у нас немножечко грязновата, мы ее промываем. Если краска нам не нравится, мы ее тоже промыли, если вдруг она у нас испачкалась где-то. Берем красную краску и раскрашиваем. Смешиваем ее. Можно на палитре. Раскрашиваем вишенки. Вот такие спелые вишенки у нас получились. Берем зеленую краску. Раскрашиваем листочки. Вот такие листочки получились. Промокаем обязательно нашу кисточку, чтобы она была чистенькая. Можем создать фон. Фон создается любой краской. Но, конечно, не черной. Это может быть голубая краска. Может быть желтая краска. Может быть розовая краска. Чтобы у нас не получилось так, чтобы все это как-то в воздухе повисло. Вот можем еще взять влажную салфеточку и влажной салфеточкой все подтереть. Выполнить работу. Вот так можно нам еще. Вот у нас получилась какая работа с вишенкой. Вот у нас вишни. Но мы еще можем лепить другие фрукты. Вот, например, сейчас будем лепить такой фрукт, как бананы. Что такое бананы, вы тоже знаете. А где растут бананы? Бананы растут на банановой пальме. Растут в жарких странах. Бананы к нам их привозят целыми пучками. Мы можем оторвать и один, покушать, почистить и второй. Кто любит бананы, можете лепить одни бананы. И раскрытые от кожуры, и закрытые. Можете лепить апельсины. Я беру тесто желтого цвета и начинаю лепить бананы. Отщипываю кусочек. Разминаю тесто. Раскатываю. Вот такой банан у нас получился. Приклеиваю с помощью клея. Прорисовываю в банане с помощью стека. Рельефную форму. Это кожура. Вот один банан получился. Беру еще тесто. Также раскатываю между ладоней. Еще получился банан. Прикладываю. Можно лепить большую связку бананов. Дети, вы можете слепить даже банановое дерево. Я беру еще белое тесто. Также раскатываю между ладонями. Опять банан получился. Большой банан получился. Вот какие бананы. Рельефным стеком делаем рельеф. Можно здесь подрисовать листочки. Или же слепить листочки. Пальмового дерева. Бананового дерева. Какие листочки. Рельеф создаем. Вот такие бананы получились. Целая связка бананов. Но у нас еще есть другие фрукты. Здесь у нас еще есть яблоки. Груши. Можно лепить апельсины. Вот, пожалуйста, подумайте, что вы еще желаете лепить. Вот яблоки разные. Можно желтые слепить. Можно красные, зеленые. Мы сейчас будем лепить яблоки. Зеленое яблочко слепим. Взяли тесто зеленого цвета. Раскатали между ладонями. Вот получился такой шарик. Берем клей. И с помощью клея приклеиваем яблоко. Ну, конечно, мы же не можем здесь такое большое яблоко слепить. Вот лепим как бы вот так. По мере того, как у нас. Какая форма листочка. Здесь тоже нужно ориентироваться на нашем листочке. Если арбуз будете, так это не значит, что арбуз надо очень большой-большой. Мы просто будем уже видеть, что это арбуз. С помощью острого предмета делаем углубление. Можно сразу нам сделать листочек или подрисовать листочек. Мы можем взять краску, сделать веточку и подрисовать листочки у яблока. Вот такое яблочко у нас получилось. Сейчас возьмем тесто желтое, возьмем красное, будем лепить апельсин. Вот эти два теста перемешаем. Посмотрим, какого цвета у нас будет тесто. И сделаем апельсин. Тесто должно быть оранжевого цвета. Если смешать желтую и красную краску, то получится оранжевое. Вот что у нас получается. Вот такой апельсин мы сейчас с вами слепим. Вот видите, как все получилось. Апельсин можно слепить объемный. Если мы сюда в это углубление добавим салфеточку и положим сюда, можно слепить просто взять, помяли в одной руке, размяли в другой и сделали шарик. Вот у нас апельсин получился. На апельсиновом дереве растет апельсин, на яблоне растет яблоня, на банановой пальме растут бананы. А на березе яблоки могут расти, дети? Я уже слышу, как вы смеетесь надо мной. Правильно, на березе яблоки не растут. Вот мы с вами немножко даже и поиграли. Вот получился какой апельсин. Можно слепить и виноград, если мы возьмем несколько теста и сделаем маленькие-маленькие горошины. Будут маленькие виноградины. Мы можем просто здесь слепить виноград маленькой кисточкой. А мы уже с вами говорили о винограде. Какие сорта винограда вы знаете? Как растет виноград, я вам рассказывала. И очень хорошо, что вы тоже, ребята, многое знаете. И дополняете мои рассказы своими рассказами. Вот такая получается маленькая веточка винограда у нас еще здесь есть. Мы этот виноград можем закрасить как розовой краской, как зеленый, потому что такой виноград бывает. Можем синий. Виноград разных цветов бывает и разных сортов. Растет виноград на винограднике. Если виноград высушат, то это получается изюм. Из винограда варят компоты, варенье, соки. Вот какие свойства есть у разного фрукта. Есть свое назначение. Из апельсина тоже варят и конфитюр, и варенье. Ребята, покажите мне свои работы, пошлите их на сайт творца. Сейчас, чтобы эта работа у нас имела определенный хороший вид, мы еще должны что-то здесь подкрасить, подрисовать. Так как, чтобы мы же работаем творчески, чтобы все у нас было очень красиво. Давайте над этой работой будем еще работать, дорабатывать. Сделаем фон, раскрасим виноград, подрисуем еще винограду листики, чтобы работа наша была красивая. У нас еще один банан, даже не раскрашенный, мы его тоже подкрасим. Вот получается наша очень веселая картина, которая называется «Фрукты-ягоды». Раскрашиваем, следим за чистотой. В работе мы использовали приемы раскатывания, расплющивания, формы капельки. Из капельки мы делали бананы. Круговыми движениями раскатывали. У нас получился апельсин, яблоко. У нас работали маленькие пальчики. Эти пальчики хорошие такие налепили, винограда много. Вот какая у нас работа получилась. Ребята, пошлите мне свои работы на сайт дворца. Я буду очень ждать их. С вами была Валентина Михайловна. До свидания, мои хорошие.